Ты теперь домой каждый день в три ночи будешь приходить, да? Слышишь, я что говорю? Стой! Ты с кем там разговариваешь, э? Слышишь? Папочка, а что тут кричите? Сережа, я с тебя скоро буду деньги за проживание брать. Ты чего здесь хостел устроил? Саныч, ну ты же знаешь, что мне домой нельзя. У меня с женой проблемы. С женой? Не с простатой, Сережа. Всегда можно сесть и нормально договориться. Давай, заканчивай свои пастирушки, тебя клиент ждет. Да. Сергей, добрый день. Я обработал вашу заявочку. Ну, в принципе, информации по вашей жене мне достаточно. Я готов приступить к работе. Да работы, я думаю, там не очень много. Надо почту ее взломать, ВК, почитать, кто что пишет. Мне кажется, у нее это, появился кто-то, что ли? Да не переживайте, мы соберем всю информацию, которая будет доступна. От меня еще что-нибудь нужно? Да, 20 тысяч на карту. Номер я вам отправил. И я вас сразу предупреждаю, работа оплачивается вне зависимости от результата. А как я узнаю, что вы вообще что-то делали? До свидания. Сука. Ну что, Сирюнь, моя машинка больше включить не будет? Да нет. Я ошибки вроде все почистил. Все. Больше не будет. Вообще-то, в прошлый раз ты так же говорил. В прошлый раз я говорил, что немца надо брать. А на немца я еще не насосала. Кстати, захочешь проспонсировать, пиши в директ. Какие 20 тысяч, Сережа? Ты наш токарный станок с печатным не перепутал случайно? Саныч, ну ты ж меня знаешь, я просто так просить не буду. Я аккорды чипанул, сразу отдам. Денег нет. Мне через три дня аренду платить, что я им скажу? Сереже нужнее было? Ну пожалуйста, миленький, ну пожалуйста. Нет, Сережа. Волшебное слово на Саныче больше не действует. Особенно после того, как ты просил на пару ночей перекантоваться, и живешь уже в сервисе целый месяц. Оп, приехал уже. Кто ты? Да, залетный какой-то. Только что позвонил, с ходовой какие-то проблемы. Все, давай иди и Олега позови мне срочно. Так Олег еще днем ушел. Куда? Запой. В машину еле загрузили. Тогда ты вместо него иди. Я? Да ты что, Саныч, ты же сказал, там с ходовой проблемы, а я электрик. Тебе деньги нужны? Понял. Здрасте. Что случилось? Да хрен его знает. Стучит что-то спереди сильно. Ну давайте на подъемчик загоним, посмотрим. Спокойно. Крутой у вас аппарат. В наших краях такое не встретишь. Откуда? Из Москвы? Из Москвы. Так, понятно. На бордюр походу наскочили. Или может яму поймали? У нас этих ям как грязи. Хотя грязи все-таки больше. Слышь, Философ, яма, бордюр, тебе какая разница? Занимайся своей работой. Слышал, ты что-то натворил? Спокойно, спокойно, я ничего не делал. Только гайку открутил, рычаг у вас надломом был. И сломалась она. Короче, чини это все быстрее. Мне ехать надо. Да не уедете вы никак. Рычаг новый заказывать нужно. А его только утром привезут. Каким нахер утром? Я же тебе сказал, мне ехать надо. Давай тогда эвакуатор заказывай в дыру свою. Мы в подземном паркинге находимся. Эвакуатор тут по высоте не пройдет. Блядь. Тогда что хочешь с этим рычагом делай? Приклеивай, приштопывай, хоть на сопли свои приклеивай. Я уехать должен, понял? Даже если теоретически я его приварю, он через два километра сломается. Это плохая репутация для нашего сервиса. Я не буду этого делать. Слышь, ты. Сейчас ты через два километра сломаешься, если делать этого не будешь. Давай, вперед. Слышь, Москва, у тебя колесо отвалилось, потому что ты бухой за руль сел, понял? Так. Кто здесь главный? Да тормози ты. Утром рычаг привезут, я тебе быстро его поставлю и свалишь. Либо я сейчас тебе его приварю, и на выезде из паркинга тебя гаишники встретят. Они очень любят москвичей. Тем более бухих. Что случилось? Да вот, Саныч, человек спрашивает, где гостиница у нас тут. А то ремонта до утра. До утра? Это хорошо. Плохо, конечно. Давайте я вас провожу. Да не поеду я в ваши клоповники. А здесь останусь. До утра в ремзоне не положено. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Да идите, идите. Ваша машина в надежных руках. И почему сразу клоповники? У нас на соседней улице и Волга есть легендарная. Алло, алло, это я. Да. Ну что? Сергей, прежде чем я начну, у меня есть одно правило. Я всегда переспрашиваю клиента, действительно ли он хочет слышать то, что ищет. Значит, у нее есть кто-то, да? В общем, говорю как есть. Ваша жена профессионально эскортница. На сайтах не светится. Работает через подставной аккаунт. Аккаунт это как типа, ну, порно-журнал для клиентов. В директ писать бесполезно. Вся связь через агента. Стоит она 30 тысяч. МЖМ плюс 10 тысяч. Что такое МЖМ? Я сейчас фотографию скину. И ссылку на ее аккаунт тоже. Удачи. КОНЕЦ Алло, доченька. Привет, папочка. Солнышко, привет. Дай мамочке, пожалуйста, трубочку. Мам! Пап, у тебя все хорошо? Да. Не хочет. А ты скажи, что я с ней хочу разговаривать, ладно? Дай ей трубочку, солнышко. Мам, ты будешь говорить или нет? Нет? А ты скажи, что я хочу с ней поговорить! Как ты хочешь? Зайка, прости, пожалуйста. Подожди мне. Прости, пожалуйста, у папочки просто день был очень плохой, солнышко. Просто дай, мама, трубочку, ладно? Скажи, что это срочно. Мам, ну папа. Мне очень нужно ей кое-что важное сказать. Мам, все равно не хочешь... А ты скажи, я хочу разговаривать! Мам, ну папа. Кирюша! Кирюшенька! Кирюша, ты здесь? Слышу, что здесь. Кирюша, я тебя умоляю, что бы ты ни задумал, не делай этого! Я не собиралась тебе никаким видео шантажировать. И пять миллионов мне не нужны. Ты слышишь? Это все шутка была! Кирюша, ты помнишь, что хотел втроем попробовать? Я прямо сегодня могу Катьку вызвать. А хочешь без резинки? Она еще с тобой игрушки возьмет. А, Кирюш? Буду до утра к ней с тобой извиняться. Ответь что-нибудь. Кирюш, я люблю тебя! Да заткнись ты! Кирюша? Нету тут никакого Кирюши. Не понимаю. А вы кто? Вы что, наняли меня убить, да? Помогите! 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 Скажи, я умру? Конечно, умрешь. Мы все умрем. Только не ной, ладно? Меня слезами не прошибешь. Не ной, меня слезами не прошибешь! А деньгами? А деньгами тебя прошибешь? Сколько он тебе заплатил? И ты предложишь два раза больше? Это ж сколько кабелей тебе обслужить придется, а? Чего? Да ты знаешь, кто я такая? Да слышал я, кто ты такая. Без резинки. Игрушки. Слышь? Слушай, я не знаю, какое у тебя обо мне мнение сложилось. Я просто жертва обстоятельств. Я влюбилась не в того парня, а он психом оказался. А так он жениться обещал, детишек нарожать, да? Где он тебя снял? В баре? М? Или на сайте индивидуалок? Нет меня ни на каких сайтах. Я же говорю, я просто у него в рекомендованных выскочила. Он пару дней мои сторис смотрел. На фотки лайки ставил. А потом в директ написал. Ну да, директ. Теперь же там ваша торговая площадка. Сторис сиськи побольше. В ленту с жопу почаще. И вуаля, товар готов к продаже. А хочешь, тебе этот товар по скидке достанется? А? Или вообще бесплатно? Я очень горячая. Вот зайди на мою страничку. Марго 5.5. У меня 20 тысяч подписчиков. Подписчиков. Ты хотела сказать дрочеров? Ну чем так грубо? На меня подписаны люди, которым я интересна. Ну, ты пойми. Лично ты никому не интересна. Интересна картинка. Понимаешь? Видишь ли, социальная сеть это такое место, где люди хвастаются. Каждый выкладывает то, чем гордится. Мамки выкладывают детишек своих, потому что гордятся ими. Спортсмены выкладывают свои достижения. Не знаю, там, люди, которые похудели, выкладывают свои результаты. А такие, как ты, выкладывают сиськи. Потому что гордиться тебе больше нечем. Ты вызываешь лишь животный инстинкт, но никак не интерес к своей персоне. Слушай, мне пофиг, что я там у кого вызываю. Я на свои сиськи сама заработала. И чтобы такую фигуру, как у меня иметь, нужно пять раз в неделю в зале прокачивать. А мозг не пробовала прокачивать? А мне на главное мозга хватило. Понять, что красивая фигура – билет в красивую жизнь. А о красивой жизни все мечтают. Серьезно? Смотри-ка. Ты же мечтала ездить в дорогой машине. Вуаля. Тебя привезли в дорогой машине. Хэштег. Мечты сбываются. Как тебе такой коммент под постом, а? Слушай, у меня не все фотографии такие пошлые. Я просто в тренде. Новая тачка, красивое белье, брюлики – это вещи, которые украшают любую девушку. А ты не думала, что девушку кроме вещей еще что-то должно украшать? Верность одному мужчине, например. Или искренняя улыбка. Бесплатная. Мораль должна быть. Чистые помыслы. Короче, если тебе не нравится моя страничка, ты просто можешь ее не смотреть. Ну, я же должен фотографию выбрать, которую на могилку повешу. Или сиськи повесим. Слушай, что ты от меня хочешь, а? Ну, такая я, и что? Каждый сам имеет право выбирать, как ему просрать свою жизнь. Только, пожалуйста, выпусти меня из этой машины. Так а смысл какой? Выпущу тебя из этой, привезут в другой. Не приеду в другой, обещаю. Я теперь от семьи ни на шаг не отойду. Что? Что ты сказала сейчас? А? У тебя что, муж есть? А? Нету. Не ври мне! Я спрашиваю, у тебя муж есть? Еще раз соврешь мне, я... Я возьму пистолет... Расстрелю тебе башку. Поняла? Где у тебя голова? Тут? Чего молчишь? Страшно. Слышишь, ты что там наремонтировал? У меня опять машина глючит. Закрытый завтра приходил. Круглосуточно работаете? А я сказал закрытый. А я сказала... Пошли вон отсюда! Ладно, ладно. Нервы какие-то. А мы что, просто в автосервисе? И меня сюда не убивать привезли? Браво. Чего не закричала? Не смогла. Да когда пистолет к багажнику поднес... Я почувствовала, что через секунду все может закончиться. Да это не пистолет был. Так, железяк. Ты не понимаешь? У меня за секунду вся жизнь перед глазами пролетела. И знаешь... Вне дни мужики. А я ведь полмира проехала. Ночевала в крутых отелях. А сейчас... Лежу непонятно где. Обоссанная в багажнике. И знаешь, самое хреновое, что этого заслуживаю. Я столько семей развалила. А как тебя зовут? Серега. Сереж. Прости меня, пожалуйста. Я реально и мораль, и облик потеряла. Да ладно, это ты меня прости. Слушай, я сам перегнул. Я просто... Просто сегодня узнал. Я в душе сама боссом. Меня представляет. Жена... Как ты, в общем. По вызову. По вызову, короче. Была ж нормальной девчонкой, понимаешь? Ну, красивая там фигура, все дела. Ну, я ее не покупал. Добивался. Ухаживал. Думал. Поженимся. Проживем потихоньку. Детишек нарожаем. Как вот с этим-то потихоньку. И хочется теперь красиво. Хочется, как там. А у тебя мужик тоже не знает нифига, чем ты занимаешься? Конечно, нет. Ну, так же, как и ты. Паша с утра до вечера. Для того, чтобы обеспечить мои гребаные потребности. А я даже не помню, когда в последний раз говорила ему, что люблю. А ты его любишь? Да. Очень. Я теперь в каждой сторис об этом кричать буду. Где? В сторис? Ну, ну, или пост напишу какой-нибудь об этом. Только фотку надо общую найти поприличнее. Понятно. Что понятно, Сереж? У меня воздуха уже вообще не осталось. Давай уже открывай быстрее багажник. Выпускай меня. Ты свободна. Сереж! Сереж! Ну, ты молодчик. Все четко. Как будто ты из салона только что выехал. Проблем не было? Да нет. Не было. Точно? Точно. А куда смотришь? Никуда. А ты подумай. Пока есть чем думать. Багажник открывал? Тихо, тихо. Ничего я не открывал. А ну, отойди. Кирюша! Кирюшенька! Кирюш, ты не знаешь? Кирюш... Чего? Кирюшенька. Ты с кем там разговариваешь? Жен, Жен. Слышишь? В общем, говорю как есть. Ваша жена профессиональная спортница. Я сейчас фотографию скину. И ссылку на ее аккаунт тоже. И ссылку на ее. Вот зайди на мою страничку. Марго 5.5. У меня 20 тысяч подписчиков. Слушай, я... Я не знаю, какое у тебя по мне мнение сложилось. Я не знаю, какое у тебя мнение по мне сложилось. Давай, философ. У меня пусть на скула. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова